МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире дневной выпуск программы «Время новостей» в студии Ирина Варсан. Начнем с новостей, связанных с коронавирусом. Продолжает расти количество смертей из-за осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались еще 3 человека. В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты рассказали, что жертвами коронавируса стали 62-летний житель Кишинева, 82-летний мужчина из Чадрелунгского района и 80-летняя пенсионерка из Приднестровского региона. Таким образом, общее число жертв COVID-19 по стране составило 224 человека. Еще 244 пациента госпитализированы в тяжелом состоянии. Из них 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В настоящее время в Молдове подтверждено 6 340 случаев инфицирования. Глава Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртуны отметил, что рост обусловлен последствиями майских праздников. Другой причиной он назвал переполненный общественный транспорт и пренебрежительное отношение наших граждан к мерам защиты. Количество заболевших коронавирусом в мире уверенно приближается к отметке в 5 миллионов. Из них почти 1,7 млн уже выздоровели, а скончались более 325 тысяч человек. По количеству заражений и летальных исходов лидируют Соединенные Штаты. Россия на втором месте. Стремительно растет число инфицированных в Бразилии, которое вместе с Великобританией и Испанией входит в первую пятерку в этом печальном рейтинге. По оценкам разных специалистов, в реальности число заражений значительно выше, поскольку статистика учитывает только выявленные случаи. Пандемия способна свести на нет все усилия, приложенные для преодоления нищеты в мире, которые предпринимались с 2017 года. Число этой категории людей может увеличиться на 60 млн человек. Об этом заявили представители Всемирного банка. На данный момент организация помогла в борьбе с пандемией уже 100 государствам, а также обязуется в течение 15 месяцев выделить развивающимся странам 160 млрд долларов в виде грантов, займов и инвестиций для борьбы с последствиями пандемии. Чтобы их преодолеть, считают во Всемирном банке, страны должны расширить помощь бизнесу и перейти к прямым выплатам, малообеспеченным слоям населения. В Израиле из-за 40-градусной жары отменили обязательное ношение защитных масок. Теперь разрешено находиться без маски на улицах и на территориях школ, а также в помещениях без кондиционеров. Указ будет действовать до 26 мая. Глава Израильского Минздрава подчеркнул, что надо серьезно относиться к мерам защиты от коронавирусной инфекции, однако жара также может быть опасна. В Польше последние несколько дней проходят протесты. Люди выступают против карантина, введенного из-за коронавируса. Вышедшие на улицу скандируют хлеба и работы. Граждане требуют отменить строгие меры изоляции, в результате которых сильно пострадала польская экономика. Среди протестующих много представителей малого и среднего бизнеса. Акции продолжаются, несмотря на послабление карантинных мер в Польше с 18 мая. В Москве более 540 человек, переболевших COVID-19, стали донорами плазмы для лечения коронавирусных пациентов. Почти трём сотням пациентам уже проведено переливание иммунной плазмы. В первую очередь это касается больных, находящихся в критическом состоянии. Между тем, премьер-министр России Михаил Мишустин вылечился от коронавируса и вернулся к работе, а правительство подготовило трёхэтапный план восстановления экономики страны. Выполнить его собирается до конца 2021 года. Один из крупнейших университетов Англии, Кембриджский, решил не проводить очные лекции до лета 2021 года, чтобы не спровоцировать распространение коронавируса. Тем не менее, в ВУЗе не исключили возможность проводить занятия, но только в небольших группах, где необходимо будет соблюдать все правила дистанцирования. В Сингапуре впервые в истории вынесли смертный приговор по видеозвонку в платформе Zoom. 37-летнего мужчину осудили за участие в сделке с наркотиками в 2011 году. До этого подобный прецедент был зарегистрирован в Нигерии в начале мая. Неправительственная организация Human Rights Watch, осуществляющая мониторинг расследования и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира, осудила действия с использованием дистанционных технологий в этом и без того бесчеловечном приговоре. К другим темам. Конституционный суд считает неприемлемым ходатайство, которое подал судья Владимир Цуркан с просьбой о его восстановлении в должности председателя КС и об отмене решения о назначении другого руководителя инстанции. В официальном сообщении для прессы говорится, что вынесенное решение окончательное и обжалованию не подлежит. Мы пытались получить комментарий судьи, но он не ответил на наш звонок. Согласно пресс-релизу, суд не исключает давление извне на Владимира Цуркана и констатирует, что он не смог гарантировать тайну голосования. Конституционный суд также отмечает, что должность председателя инстанции не является правом, которое гарантируется статусом конституционного судьи. Эта должность является мандатом, представленным пленумом КС, который может быть отменен в соответствии с той же процедурой, в которой он был представлен. Напомним, что 23 апреля судей КС отстранили Владимира Цуркана от должности главы, а на его место была избрана Домника Маноле. Цуркана отстранили после голосования по предложению судей Николая Рожки и Любышовы. Ситуация сложилась после того, как президент Игорь Дадон рассказал, что говорил с Цурканом по телефону об антикризисном пакете правительства, в котором предусматривались меры по поддержке граждан и бизнес-среды во время чрезвычайного положения. Уже позже Цуркан подал заявление об отмене двух решений по его отстранению и назначении нового председателя. Представители органа гражданской авиации подали заявление в Кишиневский суд с тем, чтобы начать процедуру банкротства компании «Авиаинвест» – консессионера столичного международного аэропорта. Об этом было объявлено на странице в социальной сети компании. В сообщении говорится о рейдерской атаке при поддержке президента Игоря Дадона. Более того, по данным «Авиаинвест», этим делом занимался человек из окружения главы государства – судья Александр Архип. Мы пытались с ним связаться, но он не ответил на наш звонок. В «Авиаинвест» утверждают, что судья Александр Архип, который ведет дело, связан с одним из близких людей главы государства. Он – кум бывшего советника президента Игоря Дадона, нынешнего секретаря Центризбиркома Максима Лебединского. В то же время заниматься процедурой банкротства будет посаженный сын главы Минюста Фадея Нагачевского Игорь Соколюк, утверждают представители «Авиаинвест». По чистой случайности, судья Александр Архип, который назначен для рассмотрения дела, является кумом Максима Лебединского. Кто такой Максим Лебединский в структуре власти Дадона, известно всем – исполнитель его приказов по юридическим вопросам. По чистой же случайности, администраторам этой наглой и подлой процедуры несостоятельности хотят назначить финно-министра юстиции Фадея Нагачевского Игоря Соколюка. Объяснять общественности, кто такой Нагачевский, и его связь с Дадоном тоже нет смысла, говорится в сообщении «Авиаинвест». Компания расценивает эти действия как рейдерскую атаку на государственном уровне и под покровительством президента. А чтобы избежать каких-либо подозрений относительно судебного разбирательства, он просит отозвать судью, который должен рассматривать дело. Администрация компании призывает судебные инстанции руководствоваться нормой закона и здравым смыслом, осознавая правовые последствия соучастия в рейдерском захвате «Авиаинвест», отмечают в компании. Сам Максим Лебединский отрицает какие-либо родственные отношения с судьей. Это ложные сведения. Я не являюсь кумом ни господину Архипу, ни главному судье. Министр юстиции Фадей Нагачевский не ответил на наши звонки, зато в сообщении в социальной сети он написал, что «споры разрешаются в соответствии с положениями закона, а не с помощью политических пресс-релизов». Глава пресс-службы президента Кармина Стерпу проигнорировала телефонные обращения наших корреспондентов. Напомним, 18 мая премьер-министр Юн Кико объявил, что государство инициировало процедуру банкротства компании «Авиаинвест», сославшись на долг в размере более 22 миллионов леев. В ответ «Авиаинвест» обвинила правительство и главу государства Игоря Дадона в искусственном создании ситуации, при которой компания не может погасить свои долги. Представители «Авиаинвест» утверждают, что хотят и в состоянии полностью выплатить сумму, но не могут этого сделать, так как счета заблокированы. Также компания «Камакс Авиаэрпорт», обладающая мажоритарным капиталом «Авиаинвест», подала заявление в Стокгольмский арбитражный суд против молдавского правительства. Они обвиняют власти в незаконных действиях по отношению к консессионеру Кишиневского международного аэропорта и требуют компенсации в размере 885 миллионов евро. И уже сегодня, к 12 часам дня, стало известно, что «Авиаинвест» полностью погасила долг перед органом гражданской авиации. Компания перечислила 22 миллиона 600 тысяч леев, покрыв также все сопутствующие расходы. На своей странице в соцсети компания отмечает, что власти хотят ее искусственно обанкротить. «Авиаинвест» объявила, что сегодня в полдень полностью погасила долг, представив подтверждающие документы и потребовала прекратить процедуру объявления компании несостоятельной. Погашение было осуществлено вопреки беспрецедентным действиям власти и их желанию захвата компании, которые арестовали поступившие займы от акционеров и блокировали на счета дебиторов деньги, предназначенные «Авиаинвест». «Процедура должна быть прекращена. Мы требуем прекратить преследование компании», говорится в заявлении консессионера. Информацию подтвердил для нашего телеканала директор «Авиаинвест». «Компания «Авиаинвест», как и заявляла ранее, деньги имеют и сегодня были погашены все долги. Об этом составлены документы и составлено заявление в адрес судебного исполнения о прекращении процедуры изъятия денег у «Авиаинвеста». Однако, о судебным исполнителям приняты мы не были. Каковы дальше их действия будут, трудно предположить. Хотя заявление в официальном порядке было принято, зарегистрировано. И мы надеемся, что справедливость восторжествует». Наша съемочная группа попыталась узнать у судебного исполнителя Анатолия Бонареску, когда же будет рассмотрено поданное заявление, но его представители сказали, что он в это время занят другими делами. Напомним, власти усилили давление на компанию, заявив о необходимости возвращения аэропорта в собственность государства. Тогда представители «Авиаинвест» обратились в стокгольмский арбитраж, подав против правительства иск на 885 миллионов евро. Реакция властей последовала незамедлительно. Премьер-министр Иоан Кику сообщил на своей странице в социальных сетях, что уже знает о том, что компания «Авиаинвест» погасила свой долг перед органом гражданской авиации. Глава Кабмина приветствовал этот шаг. Граждане Молдовы, заблокированные в Абхазии из-за пандемии коронавируса, смогли приехать домой благодаря политической партии ШОР. Это произошло после того, как один из наших соотечественников обратился за помощью к председателю политформирования. Илон ШОР приложил все усилия, чтобы помочь гражданам республики вернуться к своим родным. 14 граждан Молдовы – строители, работавшие в Абхазии. По завершении контракта наши соотечественники на протяжении нескольких недель безуспешно пытались вернуться на родину. Пандемия внесла свои коррективы. Приехать домой получилось благодаря помощи Илона ШОРа. Прибывших встречали депутаты от партии ШОР. С приездом вас! Очень надеемся, что вы 14 дней проведете в карантине по-честному, потому что в стране творится жуть знает что. Мы очень рады, что вовремя подключились, что вы к нам обратились. Спасибо за обращение. И поверьте, сделано было все возможное и мной, и коллегами по фракции. И от имени председателя нашей партии Илона Мироновича, от имени всех наших депутатов, от имени всех наших партийцев. Мы вас приветствуем на родной земле. С радостью на лице я хочу, наверное, просто сказать, что дождались. Дождались того, что наши граждане, которые обратились к нам за помощью, за помощью партии ШОР и обратившись за помощью к депутатам фракции ШОР, наши граждане вернулись домой. И хочется сказать, им биня отсвенит. Один из вернувшихся на родину граждан Молдовы рассказал, что обращался за помощью ко многим, в том числе и к президенту Игорю Дадону. Но никто не торопился помогать. Уже и не надеясь на поддержку, решил обратиться к председателю партии ШОР Илону ШОРу. В итоге, благодаря помощи депутата нашим согражданам, удалось безопасно добраться домой. Мы обращались ко всеми, чтобы нас не пускали в территорию России. Это было очень сложно решить эту проблему. Я писал всем. И Кику писал, и президенту нашему. Всем писал. И потом написал просто, чисто случайно написал Иллиану ШОРу. Написал. В течение полчаса, как я ему написал, он мне обратно отправил сообщение. Добрый день. Оставьте ваш номер телефона, и с вами свяжется мой человек. Мужчина утверждает, что уже через час с ним связался юрист от партии ШОР. Владимир нам помогал. Все вот эти документы. Другие граждане Молдовы, вернувшиеся домой, говорят, что благодаря помощи Иллиана ШОРа, они совсем скоро будут рядом со своими родными, которых не видели несколько месяцев. Видно на деле, что человек работает. Потому что, из какой ямы мы вышли, это очень, довольно-таки, героический поступок. И обратились в партию ШОРа за помощью, за которую очень благодарны. То, что они нам сделали, это титанический труд на данный момент. Каждый на моем месте был очень рад, что скоро семью увижу. Депутаты от партии ШОР утверждают, что власти должны приходить на помощь гражданам, оказавшимся в трудной ситуации, а не только давать пустые обещания. До того, как они обратились к нам, они обращались в правительство Республики Молдова, но получили не то чтобы отрицательный ответ, но так, типа, ну ждите, ждите, не вы одни такие, ждите, вы успеете. То есть, какое-то такое отношение очень странное, хотя государство в первую очередь должно заботиться о ком? О своих гражданах, о гражданах своей страны. Однако советник премьер-министра по связям с общественностью утверждает, что наши соотечественники смогли вернуться на родину, в том числе и благодаря вмешательству премьера. Они вернулись домой только после вмешательства премьер-министра. В комиссии по чрезвычайным ситуациям после рассмотрения было принято решение о том, как их доставить домой. Пресс-секретарь президента Кармина Стерпу не ответила ни на звонки, ни на сообщения, отправленные нами. Напомним, ранее почти 50 граждан Молдовы, которые оказались заблокированными на границе между Польшей и Украиной, вернулись домой благодаря политической партии ШОР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова